Всем привет! Как кубинцы попадают в США? Почему так называемые лодочные туры из Гаваны в Майами стали непопулярными в 2020 году? Смотрите наше новое видеоинтервью из Кубы на канале YouTube и Instagram. Приятного просмотра и удачи в миграции! Обязательно после просмотра видео не забудьте кликнуть на колокольчик в правом нижнем углу. Буквально 2 дня тому назад я вернулась от своей поездки на Кубу и хочу с вами поделиться сенсационной новостью. Вчера 64-летняя американка преодолела Флоридский залив протяженностью 177 километров в Лаве, без какого-либо оборудования. Использовала она всего лишь защитный крем, который отпугивает ядовитых медуз. В сегодняшнем видео вы узнаете, каким образом кубинец может преодолеть медизаветные 177 километров и достичь берегов Америки по морю. А также хотят ли в принципе кубинцы в США? Хотят ли они покинуть Кубу? Хотят ли они эмигрировать в США? А также в этом видео вы увидите и узнаете реальную историю людей разных возрастов, с которыми я повстречалась и поинтересовалась данными вопросами. Приятного просмотра! Косу Роберто В настоящее время работает официантом ему 70 лет. Однако с 1966 года по 1985 год он работал моряком в сфере коммерческого мореплана. И на вопрос о том, каким образом в настоящее время преодолеть 177 километров по морю, чтобы достичь берегов Америки, Косу Роберто ответил, что это практически невозможно в Санкт-Петербурге. Однако до 2018 года в США действовал закон о перегулировании статуса кубинских эмигрантов, в котором говорилось, что любой кубинец мог достичь берегов США по морю и даже нарушить при этом закон. То есть он мог украсть лодку или даже убить ради этой лодки кого-то. И в США его принимали как героя, как национального освободителя от гнета кубинского режима. Если гражданин любой другой страны сделал то же самое, естественно, он незамедлительно попал бы в тюрьму как преступник, и, конечно же, был бы депортирован. Однако в настоящее время этот закон упразднен, и для кубинцев по морю добраться до берегов США невозможно. На вопрос о том, каким же образом кубинцы эмигрируют в США, он ответил, что для кубинцев есть две опции. Первая опция – это поехать в Мексико и там пересечь границу с США и уже на территории США попросить статус беженца или убежища. Если вам эти статусы одобряют, окей, вы получаете гражданство США. Если их не одобряют, то вы депортируетесь. Вторая опция – кубинцы нелегально пересекают границу, опять же через Мексику, и они должны находиться в течение года в США и после этого подать прошение о присвоении им статуса резидента. Однако они должны доказать, что весь год они провели в США, предоставив соответствующей бумаге это подтверждающее, что сделать достаточно трудно, потому что будет нелегалом найти какую-то постоянную работу или где-то постоянно проживать достаточно сложно. Молодая девушка, ее зовут Клаудия, ей 24 года, и она мать-единочка. На вопрос о том, хотят ли молодые кубинцы эмигрировать в США, она сказала, что практически все хотят это сделать. Однако эмигрировать в США практически невозможно для них, потому что они просто элементарно не могут накопить достаточно средств для того, чтобы поехать в Мексику и там пересечь границу, потому что средняя заработная плата по клубе всего лишь 30 долларов США. Понравилось видео? Хотите знать о переезде за границу больше? Кликните на колокольчик в правом нижнем углу.